Ну, сейчас очень модный разговор о выборах, о статьях, о бюллетенях, и вот возврат статьи этой пункта «Против всех». Ну, разные точки зрения. Я считаю, что «Против всех» это полезно. Это полезное, так сказать, старовведение, скажем так, назовем. Оно полезно, потому что, когда нет этого пункта, то на выборах человек может растеряться. И он скажет, да я лучше за кого угодно, только не за него. И проголосует, не понимая, почему за кого угодно, лишь бы сделать плохо кому-то другому. Нет. Вот есть понятие «Я не согласен вообще с вами, со всеми». И я не хочу вас видеть среди списка, который мне представлен, нет ни одного, которому бы я верил. Поэтому я вычеркиваю всех. И я полагаю, что если будут соблюдаться честные выборы, то процент за кого-то может сильно упасть. Потому что будет очень большой процент против всех сегодня. Спасибо. Спасибо.